245-я больше не детская статья, а детские правоохранители называют нарушение, за которое не сажать в тюрьму. С конца прошлого года за жестокое обращение с животными предусмотрена серьезная ответственность, вплоть до значительного тюремного срока, что формально приравняло живодерство к разбою, грабежу или изнасилованию. Ужесточена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. А так, первой частью предусмотрено уголовное наказание, это лишение свободы сроком до трех лет. И до пяти лет возле садизм с использованием служебного положения и публичной демонстрации издевательств над животным. Изменения в уголовно-процессуальный кодекс были внесены после резонансного дела хабаровских живодерок. Две девушки убивали кошек, собак и голубей и выкладывали видеорасправы в интернет. Обе отбывают срок в колонии за разбой, оскорбление чувств верующих и унижение человеческого достоинства, не за убийство животных. Судебные решения именно по 245-й выносят чрезвычайно неохотно. Порядка десятка уголовных дел ежегодно это результат работы органов дознания. И более половины из них, мы говорим, что они раскрываются, да, и также где-то около половины из раскрытых направляются в суд. То есть не больше трех приговоров в год. Судебная практика в Петербурге так мала в связи с тем, что и случаи жестокости, как выяснилось, довольно редки. Очень редко. Это вообще очень редкое явление. Ну, как понять, попало под машину лиса, это же человек повредил, да, но он же этого не хотел. Если у нас 50 лосей где-то в среднем в год гибнет под колесами машины, то же не говорит, что там 50 живодеров сидело или жестокое обращение с животными. И тем не менее, новый постоялец реабилитационного центра – жертва именно жестокого обращения. Медвежонка Дашу забрали из цирка, глаз ей выбил дрессировщик. Можно, конечно, сказать, что вряд ли он этого хотел. Как, наверное, и не собирались сломать позвоночник этому щенку-сторожевой собаке. Хозяин лишь добивался от него злобности, поколачивая палкой. И вряд ли кто-то рассчитывал всерьез навредить Дону, когда бросил его на базе отдыха по окончании сезона. Оголодавший Алабай попытался перебраться через двухметровый забор. Люди испугались и вызвали службу отлова. На самом деле бояться было нечего. К тому моменту Дон уже не мог ходить. Это случай жестокого обращения, но доказать это нереально. Собака без чипа, без клейма, предъявить претензию хозяину нереально. Он скажет, это не мое, и все. Поэтому жизненно необходимо, чтобы собаки были как машины, строгой учетности. Приведенные примеры – лишь образец того, насколько расплывчатой бывают понятия жестокости. Столь же трудно ее доказать. Начать хотя бы с того, что в равной мере противоправными могут быть как действия, так и без действия человека. Однако в первом случае все регулируется законом о жестоком обращении с животными, во втором – законом об ответственном их содержании, так и непринятым Госдумой во втором чтении, кстати. Но если возвращаться к обновленной 245-й, даже в новой редакции применить ее сложно. Слишком должно быть много вводных. Слишком много должно совпасть. Собаку должны порезать на кусочки, на глазах несовершеннолетнего, в присутствии еще кого-нибудь. Вот тогда, может быть, что-то можно доказать. И при этом собака должна умереть. Если в трампфункт с побоями или огнестрельным ранением обратился человек, врач обязан сообщить об этом правоохранительным органам. В ветеринарной практике такого нет. Человеческие судмедэксперты также не работают с животными. Хотя у них, кстати, есть методики, которые позволяют установить факт мучительной смерти. И тогда нет никаких препятствий для возбуждения уголовного дела. Кстати, в обновленной 245-й нет ни слова и о том, кто должен оплачивать ветеринарные заключения по факту гибели или увечья. Чаще всего, как показывает практика, это делают неравнодушные люди. Юлия Васильева, Роман Чуи, Олег Скоков, Вести Петербург.